Страшное лето 1942 года. В блокадном Ленинграде царили голод и смерть. Пал Севастополь, оставленный Керчи, Харьков. Немецкие войска вышли к Дону и Волге, пред горьем Кавказа. Население тыловых районов с горечью и непониманием слушало очередную сводку. После упорных боев наши части отошли на новые рубежи. Города сдавались один за другим и казалось, ничто не может остановить фашистские полчища. И вдруг в конце августа прозвучали совсем другие слова. В результате успешного наступления наши войска освободили 610 населенных пунктов. В числе их города Зубцов, Карманово, Погорелое городище. Нет, не разгромлена Красная Армия продолжает сражаться и отвоевывать у врага нашу землю. Есть надежда. Не все потеряно. Еще никто не знал, что через несколько месяцев наша армия разобьет врага у Сталинграда на берегу Волги, а прологом к этой победе станет успех на берегах Великой Русской реки у старинного города Ржев. Об этой малой, трудной, стоившей больших жертв, но такой нужной победе наш фильм. В то воскресное утро телеграфист, работник железной дороги города Ржева, Михаил Васильевич Торопчинов, проснулся чуть позже обычного. На столе лежала купленная накануне книга. Михаил Васильевич очень гордился своей собранной библиотекой. Работа позволяла ему иметь такое достаточно дорогое хобби. И все же на книги уходили деньги из семейного бюджета, чем его заслуженно попрекала жена Тася. Сегодня, как обычно, в воскресенье семья планировала пойти погулять в городской лес. Так жители называли прекрасный сосновый бор на берегу Волги. Там стояли ларьки, палатки с мороженым, на открытой сцене давали спектакли, играл духовой оркестр, горожане пели, танцевали. Особой популярностью пользовалась танго «Утомленное солнце». Неожиданно музыка прервалась и по радио со срочным сообщением выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Мирная жизнь закончилась. Враг стремительно продвигался на восток. Через неделю пал Минск, еще через две – Смоленск. До Ржева ему оставалось пройти 200 километров. С тревогой жители города ждали, что же будет дальше. В июле немцев удалось остановить на дальних подступах к Москве и даже немного потеснить, но уже в начале октября оборона советских войск рухнула и в Ржев вошли вражеские войска. До последнего дня Михаил Васильевич и его дочь Галина занимались эвакуацией оборудования и документов узла связи железной дороги города Ржева, но сами уехать уже не успели. Спасаясь от боев и не ожидая от прихода оккупантов ничего хорошего, семья Торопченовых, как и многие тысячи горожан, собрав свои скромные пожитки, уехала в соседнюю деревню. В сельской местности еще оставались запасы продовольствия, которые можно было обменять на одежду, обувь и другие вещи. Через пару недель, когда фронт покатился дальше на восток, а в городе установилось относительное затишье, они решили вернуться. Не хотелось оставлять на разграбление дом и любимую библиотеку. Чувствуя свою причастность к огромному историческому событию, Михаил Васильевич Торопченов начинает вести дневник. Первое ноября 1941 года. Были в квартире немцы, очень грубые. Все вывернули из мешков, высыпали в кучу. Искали муку и хлеб. Пытались взять деньги, но нам удалось их спрятать. Планируя войну с СССР, фашистское командование рассчитывало, что оккупированные территории будут полностью обеспечивать солдат вермахта продовольствием. Уже к началу 1942 года немцам удалось добиться того, что снабжение армии хлебом, жирами, мясом и картофелем на 70-85% осуществлялось за счет изъятия продуктов у населения оккупированных территорий. Голодная смерть миллионов наших соотечественников являлась неотъемлемой частью эксплуатационной политики и планировалась гитлеровским командованием заранее. Казалось, что враг пришел надолго, если не навсегда. Оккупанты читали лекции. Они объясняли, что победителем станет тот, кто располагает большим количеством продовольствия. А поскольку они уже захватили Украину и значительную часть России, они могут прокормить свою армию и жителей Германии. В Сибири хлеба нет, так что Красной Армии остается только сдаться. Что будет с голодающим населением, они умалчивали. В декабре 1941 года бежавшие от боев жители близлежащих городков и деревень принесли неожиданную весть, что немцы отступают. Красная Армия гонит их прочь с русской земли. Это началось контрнаступление под Москвой. Вскоре советские войска подошли к стенам Ржева, но измотанные боями, оторвавшиеся от баз снабжения, не смогли освободить его сходу. В результате сражений зимы и весны 1942 года образовался огромный Ржевско-Вяземский выступ глубиной 160 и шириной у основания 200 километров. Отсюда до Москвы было всего 150 километров по прямой. Этот вражеский плацдарм опирался на железнодорожные линии Москва-Великие Луки, Москва-Смоленск и Торжок-Вязьма-Брянск. Местность здесь болотистая, дорог с твердым покрытием нет. И основное снабжение войск обеих сторон шло именно по железным дорогам. Понимая всю важность этого плацдарма, немцы не жалели сил на укрепление его обороны. Все подходы к расположенным на высотах опорным пунктам они окружили сплошными минными полями. Прикрыли колючей проволокой местами 8 рядов и спиралью Бруна. Плотность минных постановок была такой, что сами немцы называли их адскими садами Ржева, а местное население еще десятилетиями после войны боялось ходить в лес. Самой страшной для пехоты была прыгающая или по-немецки шпринг-мина. Вышивной заряд подбрасывал ее вверх на высоту до полутора метров, после чего она взрывалась. Ее осколки разлетались на 100-150 метров, поражая все вокруг. В глубине обороны за рядами колючей проволоки и минными полями рылись траншеи, окопы, ходы сообщения, строились дзоты. Для этого в землю вкапывали бревенчатые срубы деревенских изб, отобранных у местных жителей. Сверху дзот перекрывали бревнами в 3-4 наката, которые чередовались с землей. Такое укрепление могло выдержать попадание авиабомбы или артиллерийского снаряда. Внутри него устанавливались пулеметы и пуши. Но самое главное, все подходы к опорным пунктам прикрывались огнем многочисленных артиллерийских и минометных батарей. Простреливались пулеметы. Передовые подразделения в любой момент могли затребовать огневую поддержку по телефону или радиостанции. Жизнь в оккупированном городе превратилась в борьбу за выживание. Летом, когда стали заканчиваться продукты, которые удалось спрятать от немцев, в пищу пошло все, что можно было собрать в лесу. Из ячменной шелухи варили кисель, а остатки перетирали в муку. Сушили головки клевера. Варили супы из крапивы. Михаил Торопчинов писал. 5 июля. Гончаровы собирают настоящий щавель. Тася пробовала этот хлеб, который все же можно есть. Мука из щавеля хорошо поднимается. Укрепляя оборону, немцы тем не менее вынашивали наступательные планы. До Москвы было рукой подать, а захват сердца страны Советов обещал быстрое и триумфальное завершение войны. Однако войск катастрофически не хватало. Основные силы наступали на Кавказ, где они должны были захватить Грозненскую и Бакинскую нефть, отрезать за Кавказье и выйти в Персию. Тем не менее, во вражеской ставке считали, что в центре Восточного фронта достаточно дивизий, чтобы нанести Красной армии большие потери, сократить линию фронта, а в следующем году совершить решающий бросок на столицу. Для командования Красной армии Ржев прежде всего являлся кричом к полному разгрому группы армий Центра. Только с его захватом и освобождением железнодорожной линии Москва-Великие Луки можно было нормально снабжать армии, нацеленные на Вязьму. Тем временем в оккупированном Ржеве ситуация ухудшалась. За советские рубли и немецкие рейхсмарки на базаре еще можно было купить продовольствие, но деньги имелись только у тех, кто пошел на сотрудничество с фашистами. Им платили зарплату советскими рублями. Полицаи получали 200 рублей в месяц, учителя 300-400. Актерам театра платили три марки за выступления и давали горячий обед. На зарплату учителя в 300 рублей можно было купить три десятка яиц или четыре пакетика табака или две-три буханки хлеба. Пут муки, 16 килограмм, стоил непомерные тысячу рублей или трехмесячную зарплату. Торопчиновы не пошли служить немцам и деньги взять им было просто неоткуда. Пришлось заняться натуральным обменом. Михаил Торопчинов старательно заносил в дневник результаты своих бартерных операций. 26 июля. Воскресенье. Я купил четыре головки лука за две восьмушки табаку. За салат и лук я купил одну буханку хлеба. Тася за цветы и смородину принесла около полутора буханок хлеба. Но даже в условиях голода Михаил Васильевич оставался верен своей страсти, книгам. В июле за три куска хозяйственного мыла, невероятной в тех условиях ценности, купил 44 тома энциклопедического словаря, Библию и другие издания. Однако и этому голодному, бесправному, но все же похожему на мирную жизнь существованию скоро предстояло закончиться. С обеих сторон фронта готовилось наступление. В июле штаб группы «Армий Центр» под командованием фельдмаршала фон Клюге разработал план под кодовым названием «Смерч». Ударом танковыми и пехотными соединениями с севера и юга враг планировал окружить и разгромить три советские армии численностью почти 250 тысяч человек. В случае успеха Западный фронт должен был понести колоссальные потери, а немецкие войска выйти на ближайшие подступы к Москве, чтобы в следующем году захватить столицу. Операцию назначили на 7 августа. Советское командование ничего не знало о планах врага, но понимало, что отдавать инициативу в его руки нельзя. Ставка спланировала наступление, в ходе которого 30-й армии Калининского фронта генерала Конева предстояло пройти всего 15 километров и освободить Ржев. Вспомогательный удар вдоль левого берега Волги наносила 29-я армия. После взятия Ржева войска 20-й и 31-й армии, находящегося южнее Западного фронта генерала Жукова, захватив Сычевку, должны были отрезать немцам пути отступления. Часть 9-й немецкой армии Моделя, оборонявшая Ржев, планировалось уничтожить в окружении у города. В результате сражения войска противника теряли плацдарм для наступления на Москву, а Красная армия освобождала железные дороги, необходимые для дальнейшего наступления. Сами того не подозревая, обе стороны вступили в негласную гонку за инициативой. Кто начнет первым, тот и получит преимущество. Советское командование планировало начать наступление на неделю раньше немцев, 30 июля. Армии Калининского и Западного фронтов насчитывали почти полмиллиона человек. Противостояли им пехотные дивизии 9-й немецкой армии численностью около 120 тысяч человек. Поддержку нашим войскам оказывали более 10 тысяч орудий, минометов и знаменитых «Катюш». Этой грозной силе немцы могли противопоставить 3200 орудий и минометов. Фронты имели мощный бронированный кулак из более чем 1200 танков, в то время как у противника танков не было. В его распоряжении на направление удара советских частей имелось только около 60 самоходных артиллерийских установок. С воздуха наступление Красной армии поддерживали более тысячи боевых самолетов. У немцев на этом участке фронта находилось около 350 машин. Имея столь существенные силы, командующие фронтами генералы Жуков и Конев не сомневались в исходе операции. Ржевский выступ будет ликвидирован, а город и его жители освобождены от оккупантов. В 6.30 утра 30 июля грохот пушечных выстрелов, тысячи орудий и минометов войск Калининского фронта заставил колебаться почву, как при землетрясении. Начальник особого отдела НКВД 348-й дивизии Павел Коновалов записал в своем дневнике. Армия провела такую артподготовку, какой я еще не видел за весь период войны. Тысячи орудий разных систем и калибров били беспрерывно. Тряслась земля от залпов Катюши. Это поистине было что-то сверх представления человеческого разума. Вот это русская артиллерия. После полуторачасовой артиллерийской подготовки в атаку пошла пехота и танки. Уже в первые часы в центре наступления 30-й армии наметился успех. Были освобождены деревни Космариха и Дешевка. К концу дня войска продвинулись вглубь на 6 километров и вышли к деревням Галахова и Полунина. Казалось, еще немного, и Ржев будет освобожден. В самом городе до смерти перепуганные жители прислушивались к доносившейся канонаде. Михаил Торопчинов записывал в дневнике. 30 июля. Четверг. Слышна беспрерывная стрельба из пушек. Слышен треск пулемета. Галя говорит, что это наши перешли в наступление. Павлова сказала, что наши в трех километрах от Ржева в деревне Галахова. Немцы говорят, что Ржев ни в коем случае не отдадут. Все время идет сильный дождь. К грохоту орудий примешиваются удары грозы. У Полунина передовые роты были встречены вражеской сводной группой. Остатками разбитых батальонов, усиленных противотанковыми орудиями и четырьмя самоходками. Именно они остановили советское наступление. Удар танковых бригад смял бы этот заслон, но советские танки застряли в тылу. За несколько дней до наступления хлынули проливные дожди. В полосе наших войск дорог с твердым покрытием не было, а грунтовые превратились в месиво грязи, по которому не могли проехать даже повозки. Танки увязали по брюхо, и танкистам приходилось привязывать гусеницам бревна самовытаскивания, с помощью которых удавалось хоть и медленно, но все же продвигаться по непролазной грязи. Уровень воды в реках поднялся на полтора-два метра, превратив их в бурные потоки, которые безжалостно уничтожали наведенные саперами мосты. Небольшой ручей перед деревнями Бельково и Свиньино превратился в непреодолимую для танков преграду. Эти два немецких опорных пункта встретили наступающих советских пехотинцев плотным пулеметным огнем, смяли ряды атакующих, заставили залечь в грязи перед самой колючей проволокой, где их накрыли залпы артиллерии и минометных батарей. А копаться не получалось. Углубления мгновенно наполнялись водой. Бойцы гибли один за одним, не зная, куда спрятаться от губительного огня. Уже вечером 30 июля в штаб Калининского фронта пошли тревожные донесения. Прорваться на флангах не удалось. В частях заканчиваются снаряды и патроны. Подвезти их было нечем. Грузовики снабжения увязли в непролазной грязи. Обессиленные бойцы буквально тащили на себе застрявшие в грязи повозки, орудия и автомашины. Без поддержки танков и артиллерии пехота внесла большие потери, и причиной этому был не только дождь. В 1941 году армия потеряла большую часть кадрового состава. На смену им пришли командиры с минимальной подготовкой и опытом. Они слабо ориентировались в боевой обстановке и часто теряли управление. Оставлялись желать лучшего связь и взаимодействия родов войск. Вот что отмечал в отчете прибывший в июле 1942 года с инспекции в одной из дивизий Калининского фронта маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Командиры не отличаются от бойцов ничем. Я не видел, чтобы люди окапывались. Лопату не любят, окапываться не умеют, маскировки не знают. Управление боем и связь с приданными и поддерживающими средствами артиллерии отсутствует. Перебежки и переползания отработаны плохо. Общая оценка – плохо. Старшие командиры практически не уделяли внимания штабной работе, отправляя работников штаба в войска для контроля за исполнением приказа. Армия еще не научилась воевать. 1 августа Михаил Торопченов писал. 23 часа 30 минут. Пушки примолкли. Слышен беспрерывный скрип колес по мостовой. Это движутся к фронту обозы. По улицам Ржева шла 6-я немецкая пехотная дивизия. Вражеское командование планировало использовать ее в операции «Смерч», но срочно перебросило с юга по железной дороге. 7 тысяч немецких солдат и офицеров заняли оборону в районе деревни Полунино на фронте шириной всего 8 километров. Это существенно изменило соотношение сил. Успехи первого дня наступления развития не получили. Немцы запечатали прорыв. Советской пехоте снова и снова приходилось прорываться через плотные вражеские порядки, насыщенные пулеметами и поддержанные артиллерией и авиацией. Ежедневно предпринимались все новые и новые атаки, которые, как правило, затухали у рубежа противника, а потом то здесь, то там вспыхивали с новой силой. Это было наступление без продвижения, похожее на морской прибой, то накатывавший на берег, то снова отступавший назад. Потери с обеих сторон были катастрофическими. Поле перед деревней Полунино загромождали более сотни постовов подбитых и сгоревших советских танков. Вспоминает командир взвода 707-го артиллерийского полка 215-й стрелковой дивизии Геннадий Степанович Медведев. Мучительно хотелось спить, и пили из воронок теплую воду, пахнувшую порохом и трупами. Здесь не хоронили, а похороненные тут же перепахивались снарядами и бомбами всех калибров. За три недели боев у деревни Полунино немцы потеряли ранеными и заболевшими около полутора тысяч человек. Санитарные потери Красной Армии составили около восьми тысяч. Вермахт безвозвратно потерял около семисот солдат и офицеров. Войска 30-й армии потеряли убитыми и пропавшими без вести не менее трех с половиной тысяч бойцов и командиров. Часть из них была похоронена в братских могилах у деревни, но большая часть осталась лежать на поле боя, там где их настигла смерть. В воронках, во вражеских траншеях и ходах сообщения, в разбитых блиндажах в перемешку с телами убитых немцев. Уже после войны прошло укропнение воинских захоронений. В могилу у Полунина перенесли останки тех, кто в 1942 году сражался и погиб на участке в 80 квадратных километров у деревень Холм, Ханино, Дешевка, Агарькова, Алюшина, Мартюкова, Строева и многих других. Всего 12 тысяч 538 бойцов и командиров. Наступление Калининского фронта развивалось медленно, с большими потерями в людях и технике. До Ржева, которые должны были освободить на второй день наступления, все еще оставалось 6 километров. В этой ситуации Ставка приняла решение задержать атаку войск Западного фронта на три дня. Только 4 августа фронт перешел в наступление с целью освободить город Зубцов, перерезать железную дорогу Ржев-Сычевка и таким образом заставить 9-ю армию оставить Ржев. Мощная артиллерийская подготовка буквально смела немецкую оборону. Чтобы нанести врагу максимальный урон, в какой-то момент артиллерийский огонь был перенесен в глубину его позиции, а когда немецкие пехотинцы заняли окопы, снаряды вновь посыпались на них. Незадолго до гибели немецкий ефрейтор Вальтер Гендрих в письме своей матери писал «Так спокойно мы здесь жили, и вдруг разразился ад. Если так будет и дальше, то ни один человек не останется в живых. Живем теперь от одной минуты до другой». В 7.45 вперед пошла пехота. По подготовленным мосткам и на лодках бойцы стремительно пересекли разлившиеся реки и, пройдя через проходы в минных полях, ворвались во вражеские траншеи. Штурмовой отряд старшего лейтенанта Климанова, пользуясь бассеянными рядах противника паникой, броском вышел в тыл врага и захватил два моста через реку Синяя, отрезав пути отступления оборонявшимся в селе погорелое городище фашистов. Удара советских войск немцы не выдержали и побежали. И тогда их встретила засада пулеметчиков и автоматчиков, которые полностью истребили бедущих. Похоронные команды обнаружили и зарыли 438 трупов вражеских солдат. В плен попали 87 человек. К концу дня оборона врага была прорвана, а районный центр «Погорелое городище» освобожден. Оборонявшая город немецкая пехотная дивизия была практически разгромлена. Она потеряла почти все свое тяжелое вооружение. Половина батальонов оказалась уничтожена. Советские войска в первый же день продвинулись на 10 километров. Успех Западного фронта и неудача Калининского тут же нашли отражение в решении Ставки. Руководить всеми операциями в районе Ржева поручили командующему Западным фронтом генералу Жукову. Генералу Коневу приказывалось немедленно прибыть к товарищу Жукову за получением личных указаний и распоряжений по дальнейшему ведению операции. Командующий получил болезненный щелчок по самолюбию. Пройдет три года, и фронты под командованием маршалов Жукова и Конева круша немецкую оборону будут рваться к Берлину в надежде первыми водрузить с нами победы над Рейхстагом. Но чтобы взять столицу Третьего Рейха в 45-м, сейчас нужно было освободить Ржев. И поэтому, получив приказ, Иван Степанович тут же отправился на командный пункт Георгия Константиновича. На совещании командующие приняли решение отложить наступление Калининского фронта, дать возможность войскам подтянуть артиллерию и пополнить боеприпасы. Жуков настоял на отказе от лобового штурма города через деревню Полунино. Войска должны были ударить восточнее в обход города, там, где, как тогда казалось командованию, у немцев не было мощной обороны. При этом части Западного фронта не останавливались, а продолжали разбивать наступление с целью взять город Зубцов, перерезать железную дорогу Ржев-Сычевка и выйти к южным окраинам Ржева. Через два дня советские войска подошли к районному центру Зубцов. Из-за проливных дождей, протекавшие в полосе наступления, реки Вазуза и Асуга разлились. Уровень воды поднялся в два раза, сделав их непроходимыми для танков, что существенно осложнило переправу. Вспоминает телефонистка 88-й стрелковой дивизии Анна Ивановна Буткина. В реке вода была красной от крови. Смешались в кучу люди, лошади, кругом стоны, тела убитых и части тел. Оставшиеся в живых перевязывали раненых. Смешались все подразделения. До заветной цели железной дороги Ржев-Сычевка оставалось всего несколько километров. Казалось, еще один батальон подкреплений, еще один удар и оборона немцев посыпется. Осознав угрозу разгрома, командование группы армий «Центр» передало 9-й армии три танковые и две пехотные дивизии, которые тут же были брошены в бой с целью остановить русское наступление. Прибытие 67 тысяч человек при поддержке 155 танков и 500 орудий и минометов резко изменило соотношение сил сторон. Советские войска сохранили небольшое превосходство в людях и технике, но, понеся большие потери, не смогли ни сходу взять Зубцов, не выйти к железной дороге. Как только немцам удалось стабилизировать фронт, 7 августа на совещании в Ставке Гитлера приняли решение операцию «Смерч» провести. Однако предназначенные для удара части северной группировки уже были растрачены и в наступлении предполагалось использовать только оставшиеся на юге силы. Операция «Смерч» началась 11 августа 1942 года. Устоять перед комбинированным ударом танков, артиллерии, пехоты и авиации Красная Армия ни в 41-м, ни в 42-м году не могла. Немецкой ударной группировке удалось легко прорвать советскую оборону в глубину на 35 километров. Наступление Красной Армии у Ржева не позволило противнику нанести удар с двух направлений и окружить советские войска. Не имея резервов, через 4 дня после начала наступления немецкие войска исчерпали наступательные возможности. Под градом контрударов Красной Армии враг сначала остановился, а потом и вовсе откатился на исходные позиции. А в городе Ржеве начиналась гуманитарная катастрофа. При обстреле был разбит склад продуктов, голодные жители пытались набрать себе что-то из пропитания, и немцы открыли огонь. Были убитые и ранее. 5 августа Торопченов записал в дневнике. Немцы ослабили фронт у Ржева. Этим якобы воспользовались наши. Сейчас подошло немецкое подкрепление, дивизия или больше. Один немец говорил, что отдать Ржев – это значит отдать Вязьму и даже Смоленск. Якобы фюрер приказал ни под каким видом Ржев не отдавать. Как и планировалось на совещании у генерала Жукова, после трехдневной передышки, использованной для пополнения боекомплекта и перегруппировки, войска 30-й армии Калининского фронта нанесли удар восточнее деревни Полунино. Им пришлось фактически прогрызать вражескую оборону, метр за метром отвоевывая нашу территорию. Только на третий день ожесточенных боев удалось вырваться на оперативный простор. Прорыв восточнее деревни Полунино и продвижение войск Западного фронта по правому берегу Волги поставило две немецкие дивизии под угрозу окружения. Гитлер лично разрешил отход на 10 километров на запасную линию обороны. Немцы оставили Полунино, отойдя в городскую застройку Ржева. Советские войска очистили от врага весь левый берег реки Волги и освободили город Зубцов. Тем страшным летом, когда на всем советско-германском фронте Красная армия отступала и терпела поражение, Погорелое городище Карманово и Зубцов были единственными районными центрами, освобожденными нашими войсками после года оккупации. Это был первый летний успех. Затаив дыхание, советские люди слушали слова Левитана, внушавшие надежду. Перемалывая живую силу фашистско-немецких дивизий, уничтожая и захватывая значительную часть их боевой техники, наши войска продолжают вести ожесточенные бои. Бои идут на окраинах города Ржев. Фронт подошел вплотную к дому Михаила Васильевича Торопченова. Постоянно прибывавшие в город немецкие подкрепления раз за разом обирали местное население, не давали собрать и без того скудный урожай, обрекая жителей на голод зимой. 23 августа. Часов в 10 утра по огородам ходили немцы с мешками. У нас один немец собирал малину и ел яблоки. Сегодня они пришли к соседке, и она была вынуждена накопать им ведро картофеля. У Марии Петровой хотели выкопать весь картофель, но она послала детей, и они не стали. Сегодня Тася вытаскивает морковь и сушит свеклу. Пока немцы не трогают. В конце августа немцы начали выселять жителей из северных кварталов города. Семья решила, что женщины уйдут в деревню, а Михаил Васильевич останется охранять дом и ждать наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рано утром два пролетевших над Волгой самолета поставили дымовую завесу у села Знаменская, что западнее Ржева. Под ее прикрытием без артподготовки через реку бросились 140 человек передовой штурмовой группы, вооруженных стрелковым оружием. В яростной рукопашной схватке десантники выбили немцев из траншей. Немецких пехотинцев охватила паника, и они побежали. На плечах врага советские бойцы ворвались на окраину села Знаменская. Их стремительное продвижение немцы смогли остановить только массированным артиллерийским и минометным огнем и налетами авиации. Следом за штурмовой группой переправилось еще около сотни стрелков двух дивизий. Эту сводную группу возглавил командир батальона старший лейтенант Нестор Петрович Милакин. До лета 1942 года Милакин служил в особом отделе НКВД стрелкового корпуса и дивизии. Дважды ранен, контужен, награжден орденом за вынос из окружения особо ценных документов. Перед самым началом операции его назначили командиром стрелкового батальона. С захватом плацдарма наши войска получали возможность выйти в тыл немецкой группировки, оборонявшей Ржев, что грозило обвалом всей обороны города. А потому командующий 9-й армией Модель срочно бросил в бой свой последний резерв – 43 средних танка. Для отражения атаки у бойцов имелось всего полтора десятка противотанковых ружей, две противотанковые пушки-сорокопятки, 76-мм полковая пушка и 10 собак-истребителей танков с инструкторами. На животных цеплялся 12-килограммовый заряд взрывчатки. Перед этим собак приучали получать еду под танком, сначала просто стоящим, потом с заведенным двигателем, а потом и едущим. Перед боем их долго не кормили. Когда появлялась вражеская бронетехника, собаку спускали с поводка, и она неслась к нему. Штырь задевала заднище, и танк подрывался. Понимая, что сил у него очень мало, Милакин ослабил оборону в центре, сконцентрировав все противотанковые средства на флангах, чтобы иметь возможность бить в борт немецкую бронетехнику. После короткой артиллерийской подготовки немецкие танки пошли в атаку на десантников, которых к тому моменту оставалось всего 120 человек. Чем обычно заканчивались атаки массы немецких танков, все знали и понимали, что жить десантникам осталось недолго. Командование, наблюдавшее с левого берега, запросило по рации обреченных. «Пропустите!» С плацдарма простым русским языком коротко, но твердо ответили. «Хуй мы их пропустим!» Немецкая пехота оказалась полностью деморализована и в атаку не пошла. Танки, не встречая сопротивления, продвигались к берегу Волги, когда с флангов по ним ударили противотанковые ружья и пушки, а кинологи спустили с поводков своих собак. Танки заметались в огненной ловушке. Когда погиб расчет одного из ПТР, Милакин лично из ружья сжег немецкий танк, но при этом был тяжело ранен. Враг откатился на исходные позиции, а в донесениях 9-й армии появилась лаконичная запись. Безвозвратно потеряно 16 бронированных машин. А чуть ниже добавлено. По донесениям разведки, плацдармом русских руководит очень сильный командир. Помимо Милакина, только Георгий Константинович Жуков удостоился персонального упоминания в этом журнале в период боев за Ржев. Несмотря на ранения, Нестор Петрович еще сутки продолжал командовать, пока его не отправили в госпиталь. За удержание знаменского плацдарма его наградили орденом Ленина. Получив столь болезненную оплеуху, немцы прекратили попытки ликвидации знаменского плацдарма. Оставшиеся три десятка танков и переброшенный пехотный полк запечатали его новой линией обороны колючей проволокой, минными полями и окопами. Сил у 9-й немецкой армии латать постоянно рвующуюся оборону уже не оставалось, и 1 сентября командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Клюге просил Гитлера оставить Ржевско-Вяземский выступ, сократить линию фронта, отвезти войска на линию обороны от Юхного до Вязьмы. Гитлер категорически отказался. Он все еще считал, что сил достаточно и плацдарм понадобится в следующем году для наступления на Москву. Продовольствие в Ржеве заканчивалось. У соседки немцы выкопали весь картофель. Везде вчистую срубают капусту. На улице Урицкого они забрали все население. Приехали туда и стали заставлять жителей копать картошку для себя. Те отказались, стали разбегаться. Немцы стали стрелять и ловить. Тех, которых поймали, отправили в тюрьму, а затем в эшелон и на Смоленск. В первых числах сентября фронт опять замер. Он проходил по Волге, северным кварталом Ржева и по рубежу на западном берегу реки Вазузы. Командование Западного фронта решило попробовать прорвать вражескую оборону с плацдарма на реке Вазуза, южнее Зубцова, ударив вдоль правого берега Волги с целью выйти к Ржеву с юга. Одновременно немецкое командование разработало план Сидан по разгрому советских войск на этом плацдарме. Роль тарана, который должен был взломать советскую оборону, отводилась вновь прибывшей элитной дивизии Великая Германия, одному из самых боеспособных соединений вермахта. Она не только имела великолепно обученную пехоту, но и собственный танковый батальон. Стороны А5, как и в начале сражения, упорно пытались вырвать инициативу друг у друга, надеясь, если не разгромить противника, то улучшить свои позиции для будущих сражений. Красная Армия перешла в наступление 9 сентября в том же месте, где немцы планировали нанести свой удар, упредив их буквально на несколько часов. Сначала наступлению сопутствовал успех. Советские войска освободили Белогурова и Михеева и захватили стратегически важные высоты. Немецкое командование вынуждено было отказаться от наступательных планов и использовать дивизию Великая Германия для нанесения контрудара по атакующим советским частям. В первой же атаке поддерживающий пехоту танковый батальон потерял 34 танка из 42. Это было так неожиданно, что дивизия доложила в штаб 9-й армии, что все они подорвались на минах. Начальник штаба 9-й армии не поверил и решил послать проверяющего офицера. Расследование показало, что танки потеряны от огня советской артиллерии. Несколько дней шло сражение, в котором деревни Белогурова и Михеева переходили из рук в руки. Исчерпав силы, стороны остановились на достигнутых рубежах. 28 сентября дом Торопченова был полностью разграблен, а сам он чудом остался жив, спрятавшись в подполе. Когда вылез в доме разгром, унесли всю муку в баночках из шкафа, овес, жмых, солонину. Горько и обидно. Отбирают, растаскивают все. У Михаила Васильевича начала развиваться пищевая дистрофия. Появилась свойственная болезнь и апатия. Все труднее стало заставить себя встать утром с кровати. От голода отекли ноги. Даже эти небольшие усилия, которые требовались на то, чтобы поесть скудную пищу, давались с трудом. Голод, причиненный войной, сузил его мир до простых действий. Одеться, найти еду, попить воды. Для розжига огня в печи вход пошла так любимая им библиотека. Погас луч надежды на освобождение от фашистского ига. Последнюю запись в дневнике Михаил Васильевич сделал 21 ноября 1942 года. Суббота. День моего ангела. Мое положение с каждым днем хуже. Он умер от голода четыре дня спустя. Дальние родственники похоронили его в воронке. На ее месте уже после войны построили дом, к которому дочь торопченого Галина десятилетия приносила цветы. Советское командование прекратило Ржевско-Сычевскую наступательную операцию, не достигнув главной цели. Ржев остался в руках немцев. Красная армия не смогла спасти Михаила Васильевича Торопченова и еще тысячи своих сограждан от голодной смерти. Тем страшным летом советским бойцам и командирам на всех уровнях не хватило выучки и опыта справиться с врагом. Вспоминает командир танка 20-й танковой бригады лейтенант Александр Васильевич Боднарь. Не умели наши войска еще наступать на летнего немца. Я видел поле, усеянное убитыми и ранеными нашими солдатами. Солдатики-то были готовы на все, а командиры не умели наступать правильно. Гнали вперед, вперед. Потери сторон были очень большими. Части Красной Армии за два месяца кровопролитных боев потеряли убитыми и пропавшими без вести 93 тысячи человек. Немецкая 9-я армия потеряла около 20 тысяч человек. Количество раненых и заболевших советских воинов составило 259 тысяч человек, немецких – около 41 тысячи. Общие потери сторон за Ржевско-Сычевскую операцию составили 352 тысячи советских и более 61 тысячи немецких солдат и офицеров. В то время операция оказалась абсолютно неудачной, приведшей к огромным безрезультатным потерям. Сегодня мы знаем – это неправда. После летних и осенних боев враг более не помышлял о наступлении на Москву ни в 1942, ни в 1943 году. Наступление войск Калининского и Западного фронтов сорвало планы фашистов по уничтожению части Западного фронта. Проведи немцы эту операцию и безвозвратные потери Красной Армии оказались бы намного больше. Девятая немецкая армия как пылесос высасывала пополнение. Новые танки, артиллерию, самолеты и боеприпасы, которых не хватило немцам для ударов под Сталинградом и на Кавказе. Именно у стен Ржева вбивали в дно траншей обученную немецкую пехоту бойцы Красной Армии. Пройдет меньше полугода и в феврале 43-го жена и дочь Михаила Васильевича Торопчинова со слезами радости встретят освободителей. А еще через некоторое время воины под командованием маршала Жукова водрузят знамя над Берлином, а четырежды раненого заместителя командира полка майора Милакина наградят медалью за взятие Будапешта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин